Здравствуйте! Сайт floristics.org.ua предлагает ленивым и уставшим цветоводам отдохнуть и послушать статью, посвященную размножению роз черенками. Многие цветоводы пытались вырастить розы из черенков, но далеко не все достигли в этом успеха. Мы познакомим вас с несколькими способами выращивания роз из черенков и надеемся, что эти знания помогут вам стать более успешными в разведении этих поистине королевских цветов. Размножение роз черенками дает куда более надежный результат, чем прививка или семное размножение, за счет своей простоты и возможности осуществить его в любое время года, поскольку в качестве черенков подходят не только весенние побеги розового куста, но и стебли роз из подаренного вам букета. Как вырасти розы из черенков? Собственно, выращивание роз черенками можно осуществить несколькими способами. Например, способ бурита, способ трануа, укоренение черенков розы в воде, черенкование роз в картошке, укоренение роз в пакете, посадка черенков в почву летом и укоренение черенков под зиму. Начнем с самого естественного способа – летнего укоренения черенков. Лучше всего срезать стебли роз на черенки рано утром или вечером. В побеге желательно выбирать полуодресневевшие, только что отсветшие или собирающиеся зацвести. Признак зрелости стебля для черенкования – легко обламывающиеся шипы. Нарезаем стебли очень острым стерильным инструментом на черенки длиной 12-15 сантиметров с двумя-тремя листьями и двумя-тремя почками, но без цветков. Косой срез должен пройти сразу под нижним узлом и на полтора-два сантиметра выше верхнего узла. Нижние листья и все шипы следует удалить. Чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги, остальные листья либо удаляют, либо укорачивают на две трети длины. Для успешного укоренения подержите связанные черенки нижней частью в растворе гетероаоксина или корневина, хотя можно использовать для стимулирования укоренения раствор из половины чайной ложки меда на стакан воды, который нужно нарезать несколько живых листьев. Уход за черенками роз. Укоренить черенок розы можно прямо в саду, подготовив для этого субстрат из смеси промытого крупнозермистого речного песка и плодородной земли. Черенки прикапывают под углом 45 градусов в предварительно пролитые крутым раствором марганцовки лунки с заглублением нижней почки в землю, затем глядку поливают, а черенки сверху накрывают стеклянными банками, выполняющими роль теплички. В течение месяца при дневной температуре не ниже 25 градусов и ночной не ниже 18 градусов черенки укореняются и из почки начинает расти молодой побег. Спустя пару недель начинайте каждый день для закаливания черенков снимать с них на некоторое время банки, а через несколько дней уберите их вообще. К осени молодые побеги вырастут до 30-40 см, и если на них появятся бутоны, их нужно обязательно прищепнуть, чтобы молодое растение тратило силы не на цветение, а на образование корневой системы. Таков общий принцип размножения роз в черенковании. Осенью молодые розы лучше выкопать вместе с комком земли и хранить из зимы в погребе, а можно рассадить их в горшки и поместить в прохладное светлое место до весны. Розы в картошке. Для того, чтобы укоренить черенки роз в картошке, необходимо весной прорыть траншею глубиной 15 см на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке и заполнить ее слоем песка в 5 см. Каждый черенок длиной около 20 см с удаленными шипами и листьями втыкаем в клубень молодой картошки средней величины, у которой предварительно удаляем все глазки. Опускаем черенок картошкой в траншею и прикапываем на две трети длины на расстоянии 15 см друг от друга. На первое время неплохо накрыть черенки стеклянными банками. Фокус в том, что молодая картошка создает для черенка постоянно влажную среду, поэтому размножение роз в картошке один из самых популярных способов вегетативного размножения. Кроме того, черенки получат из картофеля полезные углеводы и крахмалы. Поливайте будущие розы регулярно, а раз в пять дней пролейте их сладкой водой из двух чайных ложек сахара на стакан воды. Через две недели начинайте приучать черенки к окружающей среде, снимая ненадолго банки. Еще через две недели банки можно будет убрать вообще. Вот такой несложный трюк, как вырастить розу в картошке. Розы из черенков букета. Размножение роз черенкованием из букета тоже дает хорошие результаты, но только в том случае, если ваши розы отечественного происхождения. Дело в том, что шикарные импортные розы перед отправкой в другие страны подвергаются обработке консервантами, поэтому дать корешки они уже не способны. Есть еще несколько моментов, которые вы должны знать. Во-первых, укореняйте розы из свежего букета. Во-вторых, выбирайте для укоренения слегка адресневевший стебель. В-третьих, черенок должен быть средней толщины с почками в верхней и нижней части. Обрезайте стебель на черенок, как рассказано в предыдущих пунктах. Если вы решили, что хотите укоренить розы из подаренного вам букета, пожертвуйте им сразу, пока розы свежие. Удалите с них все цветки и бутоны, все шипы. Нарежьте из стеблей черенки длиной 15-30 см, удалив листья в нижней части и укоротив на две трети листья в верхней и поставьте черенки в вазу с дистиллированной водой. Регулярно меняйте воду до тех пор, пока на черенках не появятся корни. Затем пересадите их в горшки или в грунт под банку, зависит от времени года, способом, который уже был описан. Другие способы размножения роз черенками. Размножение роз черенками в пакете. Нижнюю часть нарезанных обычным способом черенков укладывают в пакет со стерильной почвой или влажным мхом сфагнумом, смоченным соком алоэ в пропорции одна часть сока и девять частей воды. Пакет надувают, крепко завязывают и вешают на окно. В пакете от повышенной влажности возникает туман и через месяц у черенков появляются первые корешки. Посадите черенки, как было описано выше. Посадка черенков под зиму. Смысл этого способа сохранить черенки до весны в живом, способном к вегетации укоренению состояния. Дело в том, что до зимы этот способ не заставит ваши черенки выпустить корни, а держать их зиму в доме может быть не очень удобно, поэтому цветоводы и придумали такой способ, как посадка черенков под зиму. Кроме того, бывают случаи, что вам именно осенью достается уникальная роза и упустить возможность развести у себя куст другой раритета будет обидно. Поэтому просто прикопайте черенок в грунт и сделайте сверху сухое укрытие, чтобы он не погиб зимой от холода, а весной пересадите его на постоянное место обычным способом. Способ буррито. До конца так и не стало ясно, чем так хорош этот способ, ведь он не дает не только стопроцентного укоренения, но даже и про 50 процентов не приходится говорить. Хотя если вы азартный, то почему бы не попробовать. Из стеблей нарезают черенки, обрабатывают нижний конец корневином, эпином или каким-нибудь другим средством для стимулирования корнеобразования, затем заворачивают черенки во влажную газету и кладут на 2 недели в темное место при температуре 15-18 градусов и якобы должны появиться корни. Способ пронуа. Суть этого способа в том, чтобы дать возможность степлю до того, как он станет черенком, получить из листьев максимум крахмала для питания и жизнестойкости. Для этого в июне-июле, когда прошла волна цветения, выбираем стебли, срезаем с них верхушку с увядшим цветком и парой мелких листьев и наблюдаем за этими стеблями до тех пор, пока почки в нижней части не набухнут. Набухшие почки – признак того, что древесина дозрела и растение готово к продолжению вегетации, поэтому нужно действовать быстро, пока почки не выпустили листья. Указанным ранее способом режем черенки длиной 20 см, удаляем все листья, кроме верхних двух, и высаживаем черенки сразу на постоянное солнечное место под углом 45 градусов, по нескольку штук в одну лунку, какой-нибудь да приживется. Сверху накрываем пластиковыми 5-литровыми баклажками с отрезанной узкой частью, которая должна защищать растение до самой зимы, даже если на черенках появятся побеги с листьями. Высаженные черенки нуждаются в поливе и рыхлении почвы вокруг укрытия, чтобы кислород мог иметь доступ к корням. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго, до новых встреч на floristics.org.ua.